Привет зрители! У меня тут как обычно баррикада когда-нибудь ее не будет. Ну иногда ее не бывает. Я давно не ела на камеру. На меня подписано полтора землекопа на бусте с платной подпиской. Надо же как-то это соответствовать. В общем у меня тут что-то типа щи, пробитые блендером. Как сказал мой новый друг Масануне, извращение настоящее. Почему пробитые блендером? Тут короче как бы... Возможно слышно детишечек. Хотя у меня... Я приоткрою, потому что мне жарко. Потому что наше градоуправление до сих пор топит. Очень горячая батарея. Мне жарко, если честно. На улице не сказать, чтобы в минус 40 или даже минус 10 или даже 2 градуса в плюсе или даже 5 градусов в плюсе. Но нас до сих пор топят. И у нас сегодня 2 мая. 16.08. И так получилось, что я только еще села как вот там обедать, завтракать. Первый прием пищи. В общем тут... Там наверное их не видно. Но там есть этот чесночок молодой. В баночке с водой. Я его покрошила. Побелила я с козьим молоком. Потому что сметана у меня что-то нема. Штук квашеная капуста серая. Она соответственно с морковкой. Потом заморозка у меня была. Салат, шпинат. Возможно даже этот... Как он там звать-то его? Щавель. Стареный огурчик. Перчик, помидорчик. Грибы маринованные. И так бы все нормально. Но грибы маринованные были крупные. А мне что-то было их лень резать. Поэтому я пробила блендером. Вот такой мелко порезанный суп-пюре. Не суп-пюре, но мелко порезанный суп. Может быть я... Ну у человека немножко другое представление о супе-пюре. Поэтому за него это извращение. И там еще бульон кролика. Хлеб у меня сама пани домашний. Тесто намешанное в том самом агрегате, который я куточки куда-то уже сливала, но еще не обозревала. Ммм. Да. Дети там орут. Святой жизни. Я забыла, что у меня половина ногтей уже немножко смазалась. Я хотела их стереть и заново намазать. Но я не планировала перед этим молбанком, поэтому... Ну, как есть. В общем, щит с грибами. Но без картошки. Я туда еще хотела жмыха закинуть. Для семян щи она вот только забыла. А вот хлеб со жмыхом и смеси семян салатной. И еще даже с кунжутом. Дух запроса Тани. Сейчас я в телефоне гляну. Где она тут мне? Короче, Оля, доброе утро. Я все жду, когда у тебя начнется деревенская жизнь. Деревенскими влогами. 28 апреля была. И мукбандами. Хотела тебя попросить, когда начнутся сборы в деревню, чтобы ты все снимала, что с тобой берешь, что с тобой покупаешь. Так получилось, что в прошлом году я большую часть вещей я решила оставить деревню. Чтобы не таскать туда-сюда каждый год. У нас было одно время так. Сначала мы таскали второй телевизор вне перед деревни. У нас было в нашей трешке два телевизора. Один у бабушки, другой в большой комнате. Иногда один у меня, другой у бабушки. Ну, как-то так. И в какой-то момент мы этот телевизор решили там оставить. Так вот, по примеру этого телевизора. Тот, который в деревне Супра, его маман еще моя покупала. Но я его не смотрю. Там что-то с антеннами надо включать, чтобы она настраивать. Тогда есть и т.п. И вообще у меня от плоских телевизоров, хотя он не плоский, это потокный просто цветной, болят глаза. Хуже, чем... Примерно так же, как от плохо настроенного компьютерного монитора или какой-нибудь планшета с какой-нибудь игрой, где вот это все двигается практически в онлайне. Здесь у меня одна девчонка. Я просто не знаю, можно назвать повышкой или просто уже знакомым, потому что мы давно не общаемся так-то. И тут попадаются некоторые фракции крупные, до которых блендер как-то не успел дойти. Либо они спрятались, если к нему. Вот как раз этот замороженный салат листовой. Так вот она мне как-то показывала игру, тебе она там за какую-то эльфийку или еще кого-то играет. Очень мелькает вот так. Ну, короче, у меня очень болят глаза от телевизора, поэтому я его не смотрю. Мне там похватает ноутбука, планшета, телефона. Так вот, в прошлом году я там оставила маленький погружной капучинатор от Китверда, который мне пришел там в подарок за какой-то обзор. Или за какой-то отзыв, покупки, не помню чего. Какой-то их техники. Весы опять же Китвердовские, которые вошли в подарок за отзыв, за покупку какой-либо техники. А вот до сих пор у них идут. Потому что я покупала, ну, через меня покупал близкий родственник правую швабру Китвердс, и там как раз кто-то там напиши отзыв, получи веса. А у нас этих весов у меня еще весы в запасе есть. И тут еще весы есть. И я уже кому-то только не дарила эти весы. Ну, мы забили. Даже гемориться не стали. Так вот, там капучинатор этот, ну, молоко приспичит мне сделать кофе. Взбить. Потом бесы. Блендер Браун, который мне подружка отдала в свое время. Я на него отзыв на Арики писала. Слочку скину потом в комментах или вон про Буктики или там и там. По-моему, Браун. Потом маленькая медленная варка на полтора литра. Тут-то у меня на два литра. Ну, смысл вы это сказать, если у меня здесь есть медленная варка. Дух одновременно, конечно, можно готовить, но тоже нафига. Битва еще обычно такое готовлю, что мне хватает от медленного на пару раз эти маленькие. А большие так и на побольше. Вот как раз у меня за кроликом я варила бульоны медленного варки, а вот часть этого бульона в этом супе. Я туда увезла какие-то кастрюльки, которые раньше туда-сюда таскала. А тут у меня есть какие-то там есть штучка такая закрывающаяся как цветочек пароварка. Можно поставить положить в нее котлетку и ее поставить в кастрюльку с налетой воды покрыть крышкой и всем счастьем. Я там оставила я каждый год там оставляю черный-зеленый чай. в этот раз по-моему я ставила кайроб, цикорий, черный-зеленый чай. Причем у меня тут не было зеленого чая россыпи вообще. Там стоял зимовал. То, что называется китайская сэнча на самом деле это паучьи лапки она уже еще называется иногда десятого сорта кайлодин дракона. потом там соль сахар есть пакетики зубную щетку я там оставила какую-то мелкую ну что-то из уходовой косметики там даже кайлодживан из таблетки там ежегодно зимуют обновляются только перекись типа ну типа перекись водорода магнезия лампула пластиковых какой-то шмот регулярно мы там как бы там есть какие-то вещи одежда нижнее белье потом постельное белье но так получилось что в прошлом году я постирала и они уезжали увозить убирать пчел как-то внезапно и не сказали мне соответственно у меня оба пакет большущий с вещами которые обычно стерраны сразу в деревню увозим тот же год зимовали на балконе я в этом году туда отправила две подушки мне все-то подарили подушку на день рождения у меня еще самопальная подушка была я поняла что мне как бы много подушек я две подушки туда отправила там крупы есть какие-то гречка есть что-то еще даже спаржа ну вот это сушеная соевая пенка сейчас я себе мясико подруг напишет тогда что-то так мало пишет подавить минут я снова тут короче у меня тут картоха вчерашняя вареная в очистках и фарш свиной пожаренный с луком специями для вспомнили как его звать для нас это у меня закончили специи до курицы остались универсальные тоже закончились ну эти в коробочке что мне подружку подарила на прошлый день или еще а сейчас помню специи и на масле это все сделано на смесь в общем короче семян масла потом у меня немножко было горчичного масла и немножко еще масло черного кунжута для плова специи вот в этой коробочке с днем рождения короче вообще я купила этот фарш чисто пожарить кошке ну заварить там как-то так смешать и отдать ей поесть я сама попробую что он такой фарш это фарш за 160 рублей за полкило замороженный свиной марки магнит моя цена кажется то что вот тут возможно видно черное это как раз вот осадок с маслом с черного кунжута очень вкусно вышло я так прониклась этим фаршем что подумала может купить просто себя как-нибудь важная буква йо принцесс драконом заточенных возможность есть еще спасти а вот заточенных драконом прости даме я вам сказала Юля а там этот подслужки у меня что-то так вообще я раньше как-то не воспринимала эти подслужины вконтакте вообще даже не догоняла походу дело единственная подслужка которую я воспринимаю вконтакте аликовская аликовская там туда с папа болел с моего троллинга насчет йо и создал пост так вот так вот тут фарш свиной самопальное растительное масло два моно и одну смесь лук репчатый картоха вареная варчистка вжаренная специи для плова и соль очень вкусно а тут у меня эти самые оливки зеленые я вообще поводилась хавать картошку вареную варчистка жареную на сковородке либо просто картошку вареную с соленым либо малосоль с этим как с маринованым огурцом что-то вообще если не поем картошки с огурцом даже вообще огурца то жизнь прошла зря так вот часть вещей я туда слила еще как бы в прошлом году и оставила там деревню часть я слила в этом году ну небольшую такую у меня родная разбиралась на выходе нашла весы такие механические с чашей мы решили что в деревне они пригодятся помимо тех которые китвардовские маленькие ну сбагрили это на мой балкон из трешки в однушку самое то у меня в серединовый балкон растянется ну и в общем эти весы я увезла потом решили что еще в прошлом году решили но как-то до дела не дошло родственники сменили фильтр стакан ну кувшин этот и стали решили взять деревню мне только осталось этот самый кассету к нему купить фильтр потому что у нас в колодце где молоту берем очень большой осадок известняка ну и как бы думаем что чайни будет меньше требовать лимонной кислоты мне так как бы оно и пофиг но решили так решили этот фильтр тоже стоял всю зиму у меня на балконе ну сейчас связал туда пару подушек потом поедем мы в понедельник если погода нормальная будет убираться в доме я гляну что там насчет ухода шампуня геля ну и если надо то тут как бы подсоберу соответственно запишу может даже обзором на камеру типа беру в деревню плюс я не знаю есть там зубная паста или нет если нет то я хочу какую-нибудь из лбсилковских взять туда в тюбичке которые у меня были черную либо белую так получилось что картошку себя на ужин я видимо большую часть слопала у меня тут было только два сучка остальное мясо давай кто бы что не говорил насчет этой марки магнитов ты очень достоинный свинной фаш хоть и замороженный он в такой виде как колбаски идет у них там там же еще куриный есть механическая обалка я так поняла что там еще и кости и все остальное а это просто свинина причем по цене они одинаковы но я не была уверена что кошка будет сжечь куриный фарш поэтому делала сменой а все кто не пробовал у них в магните вот этот замороженный куриный фарш поделитесь мнением в камендах принадлежит положить в какую-то мисочку а не оттуда пытаться достать и попьем и попьем еще один дизайн с тобой чай который я покупала на ваши чайные донаты который я уже открыла и как бы пью несколько дней и он один в один как мне Никитод присылал с Япов хоть от другой фирмы это осенний сбор листовой обжаренный зеленый чай хоть дитя у меня был какой-то хоть дитя и еще какой-то типа хоть дитя но он был очень сильно пережаренный по вкусу и по виду ну вот потом в пустых баночках еды я их постараюсь обязательно уже завтра у меня так получилось что из-за мигрени лопнул сосудик на глазу направо я поняла что лопнул не сразу он у меня две ночи болел когда он уже вообще не открывался я его когда отжевала мазала века когда я поняла что нереально мне что-то писать в таком прикинье в таком виде и гладик на прикинье тем более он в принципе уже болел когда вот это видео обзора сделала хот парфюм пустые баночки но там скорее всего еще не на столько 50 был визуал если интересно салатное масло тут черный кунжут белый кунжут тыквенные семечки лен и семена подсолнуха еще у меня был как бы немножко смеси мелко мелкие фракции грецкого ореха и чуть-чуть семян льна и вот они как-то в этом всем уместились ну просто отдельно черный кунжут мне сначала как-то зашел это черный кунжут масло не а я поняла что он немного отличается белого кунжута он как-то немножко более грибами отдает лично для меня но горчичное масло я еще есть как бы вот кстати у меня тут еще полкило семян горчицы для проращивания я хочу его отжать и взять это масло в деревню чтобы на нем жарить а также я туда собираюсь взять масло или смесь масел вот эту салатную для салатов или может какое-то другое отдельное масло сделаю сейчас я последнюю выловлю у меня там еще немного мяса есть на что-то даже хз есть это мясо без никто он еще потом на картохи еще добавит ну а может кошке отдам так-то у кошки целая своя порция еще есть я и перед обедом как раз вызвала еще хочу оливочку ну так вот там в принципе одежда есть как бы стиранное белье туда увезла там даже есть свои две пары легких и теплых велоперчатах ну просто в году с тетей убрали в доме так что там ну как бы еще подделали там еще что-то я поняла что в принципе там можно оставить что-то такое чтобы не тащить туда-сюда ну конечно я йогуртницу туда отдельно потащу когда поеду я пока у меня тут а я что-то ее вне летнего сезона практически не пользула в этом году прервусь ненадолго вот у меня есть курага моченая я купила тут супер сухую стрёмненькую такую у меня там сзади еще чернослив но я думала на курагой чай попью сейчас я положу его тут заварка я его вчера заваривала если вдруг кто-то решит вот это купить то предупреждаю вас с непривычки или давно не пили этот чай и решили снова попить может отправить летящей ласточкой с эффектом похудения к одному другу хоть дитя это чай кстати хоть дитя не по романде какое счастье это чай изготовленный оригинальным методом естественной сушки а затем обжаривание чтобы достичь яркого и приятного более акцентированного аромата чай обжаривать на очень медленном огне импартур Краснодар производитель Хигаси Синагава Токио Синагава Ку Китаян 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 Курагу Китаян Китаян от другого человека я подумала что надо на заказать кураги у них какая-то хренатень в этой была кураги потому что по сути надо жрать мясо и по курицу огородку или свининку какой-нибудь разряжается что-то да ну хватит мне наверное постараюсь чтобы хватило заряда и это и жрякать курагу я замачиваю ее по чуть-чуть с утра до вечера обычно с вечера и утром она как готовая на весь день падает я этот без кофеина его можно пить вечером уходите и как бы нормально спать тут 150 грамм я чуть не помню он около 607 почти 700 рублей по моему шорты с ним дело там артикул где-то есть на него но вроде как вот вчера на озон он был не наличием периодически год в наличии вот именно этой фирмы вот реально такой вот как надо может быть у хокусан тоже подобный чай потому что все кроме мотива хокусан нормальная тоже садула он по виду как черный чай можно и по крепче сделать меня тут не очень много полтора совочка только и по виду заварки по цвету и ну а сама вот эта сухая заварка но он не совсем так напоминает черный чай кто-то в комментариях на озон писал что напоминает не знаю каким местом вот налила он холодный не знаю как передать он может напоминать немножко черный привычный русским людям чай то что в китае называются красным бывает такой какой-нибудь или тот что типа кений чай такой какой средней паршивости черный чай который не сказать что вау вкусно из непривычки может не зайти ну так вот его с молоком вкусно правда именно этот вариант я еще не пила с молоком бывает порошковый фирма супер лайф но китайский вообще не отличается по качеству видела японский порошковый от какой-то фирмы но не покупала еще на самом деле у меня еще и не заметил когда мы были вы есть там средства замытья посуды или нет если нет то я вот которым я концентрированная к средству хочу немножко открыть и потом туда взять если его там нет но отдельная конечно запишу потом ролик постараюсь по крайней мере если у нас не было так что бухты барахта все вот сейчас через полчаса выезжаем готов пищевали ну либо потом запишу какой-нибудь еще монбанка перечислю все что я брала или уже увезла в деревню либо там уже есть еще мне подогнали родственники старую соковыжималку которая как бы работает но им уже не ликвид я ее пока не тестировала там как-то другому родственнику показалось нужно разобраться и там что-то стаканчик налил и сразу выпил у меня кстати есть морковка можно попробовать на ней и я думаю что если она нормально работает как и сказали то я ее тоже потом возьму деревню ну мало ли так даже из ягодцов нажать чтобы была такая полноценная жить там мне даже роли как газ обещают в этом году газовый баллон туда не только клетку электрическую и печку мы когда приехали в этот раз она нормально затопилась а осенью у него какие-то очень сильные проблемы были я думала что вообще никак год с этой печкой но она тоже такая с характером даже раньше в деревне как было вот как летний дом бабушка дедушка там жили там чуть ли не с марта по октябрь а потом туда и здесь и все эти советские 90-х годов и так далее постсоветские техники для кухни были там и там ну в общем как телевизор тут телевизор там печка электрическая тут печка электрическая там ну и все такое подобное я туда потом планирую взять на лето погружной блендер но что-то еще в общем какой-то вот наверное сумбурный балл в этом в плане темы ну как есть вообще давно не писалось что я не считая ухода парфюма как-то обледилась вы вы мало пенали я как-то обленилась а мне не то что обленилась у меня был лишь какой-то момент что снова передами так накрывала что ну как-то это но этот не то что я его бросать не собираюсь но как-то вот вот отсюда зайдешь зальешь какой-нибудь шорт сак и все я постараюсь на этой неделе может на следующий на ближайшую неделю короче смонтировать обзор на него плюс запись с экрана у меня там на заставке сейчас на обоях стоит один персонаж человек я поняла ему приятно что он у меня стоит его не коробит а другой персонаж у меня был на обоях от блока ну просто вот когда снимаешь блока там на других обоях на рабочем столе он сказал я стесняюсь на мой вопрос на тему ты не против ну типа как тебе ты же наверно против я сделаю запись с экрана твоя физиономия там на обоях стоит он я сказала я стесняюсь и сейчас у меня там стоит один персонаж и там и там который не стесняется я к тому что обзор телефона я сделаю смонтирую ближайшую как бы неделю и вот с него я как-то чаще выходит залить или там на коммент ответить но бывает так что где-то раз три дня даже в приложение не захожу захожу точнее раз три дня даже отзывы я планировала как-то побольше написать но как-то влюбился можем всем спасибо за просмотр надеюсь вы пожирали если хотите поддержать канал где-то будет там тут облачко я скажу вам спасибо ну я чё пока шубки шубки Продолжение следует...